Итак, мы начинаем урок «Окружающий мир» и помним, что из всего богатства окружающего нас мира сегодня наш урок посвящен именно растениям. Что вы знаете о растениях? Что это за группа такая особая живых организмов растения? Слушай, Катюш. Растения могут из неживой природы получать питание. Стоп. Добавляем. Что еще? Сами могут получать питание, Лиза? Образовать органические вещества. А вот для нас это что значит органические вещества? Это для нас кислород. Это для нас? Это для нас едобные вещества. Еще Лев хотел сказать, что растения дают нам кислород, а мы выдохаем. А мы выдыхаем слова? Углек и кислый газ. А растениям он нужен, а они нам дают кислород, необходимый для дыхания всех остальных живых организмов. Итак, наша сегодняшняя тема – классификация растений. Слово классификация давайте-ка еще разок выясним, объясним, что это значит, Рома, классификация. Классификация – это как бы разделить растения на группы. Растения на группы делятся, например, по своему строению. И есть такие растения, у которых нет никаких составляющих частей. Они состоят из одного целого тела. Называются такие растения, Настя? Лишайники. Не согласна. Водоросли. Водоросли. Вот водоросли не имеют. А лишайники – это? Это му. А лишайники – это? Это вера? Грибы. Промежуточные между грибами и водорослями оставим лишайники в покое. Значит, водоросли состоят только из одного сплошного тела. Растения, которые не имеют корней. Не имеют корней, Павел. Это мхи. Растения, которые не имеют цветов. Это? Это папоротники. Это папоротники. Мы сейчас с вами делим растения по их строению. А вот если в растении есть все части, а какие все части у растения могут быть, Даша? Корень, листья и степень. Перескочила корень, потом? Степень и листья. А потом? Плоды. Только сначала? Цветы, плоды, семена. То эти растения, они какие бывают? Вот у нас были мхи, водоросли, папоротники. Они могут быть хвойные и цветковые. Совершенно точно. При этом хвойные, они какую особенность строения имеют? Хвойные. Особенность строения какую имеют? Какую, Денис? У них вместо листьев иголки. Раз. Еще есть особенность строения. Какая, Дим? У них ствол как бы лысый. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, вместо листьев иголки принимается. Еще, Лиза. Вместо плодов шишки. Два. И Даша? Вместо сока смола. Замечательно. Вот какая чудесная классификация растений по их строению. И, наверное, единственное возможное. Чему же надо урок посвятить? Вы все знаете. Классификация растений проведена. Расходимся. Да, Лиза? Их надо разделить по группам. Так вот, пожалуйста. По строению разделены по группам. Некоторые цветы, они не... Ну, и все... Все растения. Все растения сегодня хотели классифицировать. А получается, урок проводить. Не на чем. Кать, расходимся. Есть еще какие-то растения? Есть еще какие-то... Какие-то растения, которые не вошли вот сюда, вот в этот список? Интересно. Какие же это растения? Они не вошли в раздел «Цветковые»? Ага. А если на растения посмотреть с точки зрения формы... То они все... Формы. То как они разделятся? Вот в вашей рабочей тетради. В рабочей тетради. На странице 34. В 66-м задании. Вот и просят. Разделите растения на группы. Вариант 1. 34-я страница. 66-е задание. Готовы. Нашли, где написано «Вариант 1». И написали там с большой буквы основание для классификации. Форма. А вот я и авторы вашего учебника, вашей тетради утверждаем, что по форме растения можно разделить на сколько там вам предлагают? На три группы. Будут мысли, будут с нами согласны, или мы с авторами учебника будем в одиночестве. Растения по форме можно разделить на три группы. У вас на парте лежит подсказка, помеченная оранжевым кружочком. Загляните в нее. Помогите своей группе. Загляните, загляните, переворачивайте подсказку. Прочитайте, что там написано. И попробуйте назвать, что это за три группы растений, различающихся по форме. Будут мысли. Хорошо. Ань, читаем первую срочку из подсказки. Один покрытый корой стебель, ствол. Если у растения один покрытый корой стебель, называемый стволом в речи, как бы вы назвали такое растение? Как? Хвойное. Обязательно. Дерево. А почему не хвойное? Потому что хвойное. Хвойное. А еще бывают? А бывают лиственные. Итак, принимаем слово. Слово дерево. Деревья. Совершенно верно. Посмотрите на ваши иллюстрации. У кого на парте есть, с вашей точки зрения, изображение дерева? На иллюстрации посмотрели деревья. Молодцы. Записали первую группу деревья. Тот, кто без рисунка взял загадки, лежащие на парте, и определил, у кого на парте загадка о дереве. Именно о дереве. О растении с одним единственным стволом. Катюш, слушаем загадку. Загадку. Саша, озвучивай. Зеленые они лук, белые они снег, кудрягые, а без волос. Согласны, что это береза? Да. Катюш, пожалуйста, прикрепляем картину. И еще загадка о дереве. Слушай, Аня. Что это за девица? Ни швей, ни пица, ничего сама не ждет, а в иголках круглых. И вы считаете, что это загадка о сосне? Пожалуйста, помещаем. У кого на парте есть изображение дерева? Нет загадки, но изображение дерева точно есть. Слушаю, Маша. Ром, пожалуйста, твоя картинка. Слушаю. Загадки у нас нет, но дерево есть. И что это за дерево? Слива. А почему ты решил, что это дерево? Потому что у него есть ствол, покрытый корой. И он один. Еще изображение деревья. Пожалуйста, Алеша, у вас какое дерево? Клёвое. Почему решил, что это дерево? Потому что у него есть ствол. Один ствол, покрытый корой. Пожалуйста. Что еще? Нет, Лёва, торопиться мы не будем. А мы сейчас прочитаем вторую строчку из подсказки. Вторую строчку из подсказки. Читаем. Что написано, Денис? Несколько покрытых корой стеблей. Несколько покрытых корой стеблей. Как назвать такое растение, у которого не один толстый ствол? Даша, как? Куст. Куст. Или полностью? Кустарник. Кустарник. Второе. Вторая ваша группа называется кустарники. Тетрадь рабочая, мальчики, чтобы в ней работать. Кустарники, вторая группа называется. И по форме она выглядит как? Еще разок прочитайте, Саша, вторую строчку подсказки. Несколько покрытых корой стеблей. Несколько покрытых корой стеблей. У кого есть кустарники? И загадка про кустарники. И загадка про кустарники. Кустарники. Слушаю. Вы слушаете, да? Кто не пройдет, он всякий поклон отдаёт. И вы считаете? И мы считаем, что это пересклет. Хочется узнать, зачем мы кланяемся этому кустарнику. И Кать, проходя мимо всего красного, кланяется. Согласны с группой? Они считают, что сидит траве Аленка в красной рубашонке, который всяк поклон отдаёт. Это вот такой кустарник чудный под названием пересклет. Вы согласны? А почему? А потому что мы не кланяемся вашему кусту. Не годится. Да? Ищем, 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 ищем. Вика, ищем. В вашей группе затерялась. Даша, нашла? Не нашли загадку. Лёв, загадка есть? А мы сначала ждём загадку. Вика, в вашей группе загадка. В вашей группе. Читай, Вика, загадку. Группа загадку не отгадала. Лесной зеленела, летом загорала. Загорала, осень зародела, красные кораллы. О каком это растении может быть загадка? Он, люди сидели, смотрели на него. А, рябина, конечно, она загорала. Пожалуйста, помещаем первый кустарник на доску. Вот туда, где записано кустарник. А теперь ваши кустарники у вас на парте, которая абсолютно согласна с Дашей. Что это кустарник Бересклет, потому что? Потому что у него несколько стволов. Несколько стволиков. Ещё есть кустарник, Лёва? Есть, конечно. Почему это кустарник? Потому что у него несколько стволов. Молодец. А вот Андрей забыл, что у него есть картинка, за которую он отвечает. А изображена на этой картинке? Роза. Что скажете про розу? Роза. Относится ли она, Андрей, к кустарникам? Нет. Почему? Потому что у него один ствол. Никогда не думала, что дети розу не видели. У меня нет коры. Нет коры? Нет. Роза тоже относится к кустам. Они не нужны, а только кусты, и на них есть цветы. Цветы не надо. Главное, что есть. Вот Аня утверждает, что нет коры. Есть. Есть кора. Кто обрезал розы, кто смотрел. Андрюша, роза – это кустарник. Помести, пожалуйста, её в свою группу. И третья подсказка. Третья группа растений. Что про них написано, Саша? Один или несколько сочных стеблей. Как назвать такие растения, у которых один или несколько сочных стеблей? Деревья с одним стволом были, кустарники с несколькими стволиками были. Как назвать? Владик работает сегодня с нами. Как назвать, Даша? Цветы. Цветы предлагает Даша. Почему, Катя, не согласна? Потому что один даже вкусный. Там написано. Там написано. Ещё разок читаем, Саша. Один или несколько сочных стеблей. Ну, сочные стебли, мне кажется, это ягоды. Где написано про плоды и ягоды, это ягоды, ягоды, это плоды. Нам говорят, сочный стебель. Как же назвать такое растение? Есть деревья, есть кустарники, а есть, Рома? Цветы. А мы уже слышали это слово. А я утверждаю, что они не обязательно должны быть с цветами. Я думаю, что это такие растения. Как назвать? Ни деревья, ни кустарники. Ни деревья, ни кустарники. Но они похожи. Как назвать? Мы думаем, что это культурные растения. Хорошо, вы думаете. То есть среди деревьев таких не встретилось. Нам нужно то, что Дед имеет сочные стебель. Шерти. Какие-то растущие растения. Опять не то говорим. Трава. Дети, ну что ж проще-то? Трава. Травы. Третья группа. Третья группа. Лиза, работаем в тетради. О-о-о. Вот сейчас. Тихо, 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 тихо. Еще разок. Итак, мы все растения. Не на пять групп разделили по строению, а всего лишь навсего на три. И разделили их по форме. Деревья. Это такие растения, слава, у которых... У которых один ствол. Покрытый. Покрытый король. Это очень важно. Кустарники. Это такие растения, Алеша? Которые... Несколько. Да. Несколько цепи солового. Покрытых. Солового. А травы это... Такие растения, Аня? Кто у вас отобрал подсказку? Кто посмел обидеть детей? Один или несколько сочных стеблей. Сочных стеблей. Вот, давайте поищем. Про травы, загадки. У кого? Маш, слушаем. Слушаем, Маш, загадка. Вес из золота отлит на соломинке стоит. Что сейчас Маша нам вынесет? Что вынесет Маша? Вес из золота отлит на соломинке стоит. Это Маша знает, а все остальные. Вес из золота отлит на соломинке стоит. Поехали. Это колосья. В данном случае у Маши конкретные колосья под названием рожь. Но загадка-то про любые колосья. Почему это травы? Почему это травы? Почему, Павел? У них сочный стебель. А вот тут, смотрите, совсем и не сочный, и сухой. А их рыба... Ром? Они просто уже созрели и засохли. Конечно. Были-то они сочные. Когда всходили-то, они были сочные. Это у них такая просто стадия. Стебель-то у них сочный. Корой покрыт? Значит, точно не дерево. И точно не кустарник. Раз, корой не покрыт. Еще загадка про травы. Вот теперь. Ваша, Саша, слушаю, загадка. Да, что-то траве, Аленка, красные рубашки. Рубашонки она. Красные рубашонки, кто не пройдет, всяк поклон отдаёт. И оказывается, это... Это земляники. Вот ей есть за что поклониться. Как это мы клонимся-то земляники? Зачем, Вера? Что-то... Собираем ее, конечно. Еще загадка про травы? Есть ли еще? Давай, Денис. В хлебе родится, а есть не годится. В хлебе родится, а есть не годится. Что это за растение такое? В хлебе родится, а есть не годится. Что это? Это тоже трава. А почему есть не годится? Потому что здесь трава, у кого... Помогайте. Что у вас такое? У вас отгадка. У вас рисунок. У вас рисунок? В вашей группе рисунок, отгадка. Конечно, Даша. Это... Василек. Василек. В поле... В колосе... В поле родится. В хлебе родится, а есть только не годится. Еще травы, про которые нет загадки, но у вас они есть, и вы абсолютно уверены, что это травы, Даша? Это колокольчик. Колокольчик трава, потому что? Потому что у нее есть... У него? У него есть сочные... У него сочные стебли, коры не... И нет коры абсолютно. Еще, Вера? Водоросль. Смело. Согласны с Верой? Водоросль – это травянистое растение. Вера, почему? Потому что у него много сочных стеблей. Коры нет, значит, травянистая. Куда же деваться-то? Молодец. Слушай, Павел. У нас трава под названием осока. Почему трава? Потому что у нее стебли нет. Совсем нет? Нет. Коры нет. Сочные стебли. Еще травы есть? Да. Слушаем. Лиза. Сфагнум. Это? Это трава. Травянистое растение. А вообще-то что это? Мы знаем сфагнум. Как что это? Трава. Что это? Это мох. Это мох. Это мох. Но он все равно травянистое растение, потому что? Потому что он раст... У него сочные стебли нет. Нет коры. Еще есть? Да. Есть. Есть? Пожалуйста, Дима. Это лилия. Пожалуйста. Да. А я что? Травянистое растение, потому что? Потому что у него сочные стебли. Сочные стебли нет. Коры еще? Еще. Травянистое растение. Травянистое растение это мавки. Потому что? Потому что у них сочные... Сочные стебли и нет... Нет коры. Нет совершенно коры. Еще есть смелые люди, кроме Веры. Даша, слушаю. Даша осмелилась. У нас под названием пиона. Ага. Это травянистое. Травянистое растение, потому что у него... Много сочных стеблей. Сочные стебли коры и непокрытые. Осталась одна картинка на партии. Владик в задумчивости. Поможем ему... А, две картинки осталось. Двое задумчивости. Давай, Владик. Поделись проблемой. Возникла проблема. Вот мне достался, ты карандаш что, убери? А народ покажи, что тебе досталось. Вставай, Владик. Мне достался папа. Ага. Что скажете? Может, пропустил что-то, Владик? Может, его к деревьям или к кустарникам? Его куда, папоротник, с вашей точки зрения? Дашь, куда? Моя точка зрения, потому что он кладет сочными растениями, потому что он у него стебель сочный. Не покрыт корой. Народ? Кто не согласен? Согласны. Народ требует в травы. Пожалуйста, Владик, помещаем свое растение. И, Маша, в задумчивости. Маша, ты о чем думаешь? Вставай, 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 поворачивай народу рисунок и говори, какое счастье тебе досталось. Мне досталась белая кувшинка. И Маша задумалась. Дайте подумать-то. Мне кажется, что она не травянистая растение, потому что она растет... У травянистого растения не главное, где оно растет, а главное, чтобы был... Сочный стебель. Что со стеблем? Есть стебель. И он сочный. Полный порядок. Значит, куда? Значит, в травы. Видите, какая красота. Новая классификация растений на 5 групп, на 3 группы. А посмотрите, у нас группы получились одинаковые по численности. Нет. Две группы. Только две группы. А значит, трав больше. Это я так решила сделать? Это моя прихоть, как вы считаете? Или на каких-то научных сведениях я основывала. Сказать, как ты думаешь, почему вот у нас сейчас на доске трав гораздо больше, чем деревьев и кустарников? Деревь и кустарники, они бывают... Почему трав больше? Потому что у трав есть много больше видов, чем у кустарников и деревьев. Вообще на земле трав больше. Не только у нас на доске, а на земле трав больше. А почему? А почему? Потому что трава, она может расти сама по себе. Сама по себе нехорошо. Трава может расти, Рома. И питаться не живой природой. А деревья с кустарниками делают тоже самое. Она может расти без помощи человека. И деревья прекрасно растут без помощи человека. Что им нужно? Потому что травы растут где угодно. Ты моя умница. Объясни народу, что такое где угодно. Это, например, на поляне. А еще? В огороде. А еще? На лугу. А еще? А как в мировом масштабе. В тех краях, где... И тепло. В тепло. И вода, и вода. И еще даже в тех краях, где холодно, и в тех краях, где очень жарко, травы неприхотливые. Им не нужно. Конечно. Они могут расти в любых условиях. Они такие разнообразные травы. Такие разнообразные. Да. Что все посмотреть нельзя. Но можно посмотреть самые особенные. Самые особенные травы. Есть такая трава, которая не может удержать свою ягоду на стебле. И поэтому стелится. Что это за травянистое растение, которое свою собственную ягоду на стебле удержать не может? Что это, Владик? Я думаю, что это арбуз. Я тоже так думаю. Полюбуйтесь, какая красота. Ягодка. Кто будет спорить, что арбуз травянистое растение? Присмотритесь. Какой стебель? Тренинг. Сочный. Зеленый. Корой непокрытый. Травянистое растение? Да. Травянистое. Вот такая ягодка созревает. Конечно, стебель не удержит. А еще есть такое растение, у которого цветок размером бывает иногда даже больше, чем голова взрослого человека. И стебель такой толстый, мощный. Тиква. Что это? Это тыква. Цветок. Цветок больше головы взрослого человека. Цветок. И голову свою цветок за солнышком поворачивает. И называется он подсолнечник или подсолнух, как мы привыкли. Посмотрите, какое огромное травянистое растение. А еще есть травянистое растение, которое люди даже ходят и стучат по нему. У него такой крепкий стебель, что из него в древности даже мечи делали. И воевали этими мечами воины. Когда из них мечи делали, даже искры летели. Но корой стебель все равно не покрыт. И поэтому относится к травянистому растению. Проявите. Кто это? Бамбук. Совершенно верно. Посмотрите, как выглядит. Бамбуковая роща. Это травы. Как вам травка? Да. Чтобы отличить траву, не надо смотреть на рост. Да, надо смотреть, есть кора или нет коры. А есть еще одно травянистое растение, плоды, с которого любите очень вы. Да. И наши древние предки. Травянистое растение, плодами которого с удовольствием питаемся мы, наши древние предки. Наши древние предки, я имела в виду... Мясо. Древние наши предки обезьяны. Я не знаю, как ваши, а наши обезьяны. Бананы. Вот. Это травянистое растение. У него стебель не покрыт корой банан. Это тоже травянистое растение. У него высочные. Вот такое множество трав. Огромное множество трав. И мы с вами сейчас покажем, как мы хорошо знаем эти травы. У вас еще есть один листочек на партии, а в нем написано слово травы. Это начало основания кроссворда. Отдайте листочек тому человеку, у которого не было рисунка. Он у вас самый пишущий, а вы ему подаете идеи. Итак, вы помните... А вы готовы работать без задания. А что вы сейчас будете делать? А какие вы будете вписывать растения в этот кроссворд? Какие, Люва? Которые можно есть. Травянистые. Конечно. Травянистые растения. Только травы. Сюда не должны попасть ни деревья, ни кустарники. Трудитесь. Если вам не хватает на доске растений в тетради, пожалуйста, у вас есть учебник. Ищите там. Сейчас посмотрим. Хорошо подумали. Здесь у вас должны быть только... Проверьте. А вам же не... А кто сказал, что должно начинаться? Оно просто должно быть в слове внутри. Не обязательно. Ну что, господа, время закончилось. Давайте посмотрим и поделимся. С буквой Т получилось слово название травянистого растения. Катя, у вас? Томат. Томат. Другое слово было? Папоротник. Папоротник. Внутри слова есть буква Т. У вас? А у вас нет. А цветы я как себе должна представить? Это какое-то конкретное название растения? Не годится. Томат и папоротник. Принимается две группы. Смогли найти травянистые растения с буквой Т. С буквой Р. Ромашка. Ага, хорошо. Арбуз. Водоросли. Водоросли, молодцы. С буквой Р всем легче гораздо было. С буквой А. Что, Владик? Мак. Мак. Асока. Асока в конце. Хорошо. У вас, Вера? Арбуз. А арбуз здесь? Ромашка. Ромашка на конце А. Получилось. Хорошо, буква А тоже никого не подвела. Буква В. Какие травянистые растения? Слушай, Андрей. Василек. Василек. Слушай, Рома. Тот же василек. А другое? Тыква. Тыква. А у вас? Банан. С буквой В. Какой? С буквой В у вас тоже василек. И, наконец, самое трудное. С буквой И. Какое травянистое растение? Это может быть Даша. Дыня. Конечно. А еще? Это травянистое растение. Крыжовник. Это поправляем Дашу? Это кусарник по нашей классификации. Это кроме дыни. Что там, Вер, могло быть? Кто там мог быть, кроме тыква? Дыня и тыква. Травянистое растение с буквой И. Ну, пора отдохнуть. Пора прогуляться по травке. Задвигаем стульчики. Находим себе место удобное. И отправляемся отдыхать. И опять травку погладили. Сирены высокие, сосен построили. Немножко отдохнусь. Смотрим в учебник. И видим, о, в тетрадь рабочую. О, ужас. 34-й страниц, 66-й задание. О, ужас. Авторы учебника утверждают. А что, есть еще варианты. Только теперь растения надо делить на две группы. Будут мысли, будут идеи. По строению разделили, по форме разделили. А еще? Помогаю. А если мы выберем такое основание для классификации, как среда обитания, то есть где живет растение. Ну, какие две группы растений разделятся? Где обитают растения, Лиза? Более. Совсем разные среды обитания, Даша. А холодно и тепло. Нет. Ага. Еще? В воде и на земле. На суше. Лева. Лева, ну просто, просто спаситель. Правда? В холодном климате, в теплом климате, в воде, на суше. Замечательно. Кстати, в воде из наших растений. Кто обитает? Какого-то из тех, которые на доске представлены, Маша? Водоросли. Водоросли обитают в воде. И кувшинка, конечно, обитает. А все остальные? На суше. Да, будет одна малочисленная группа, другая многочисленная. Хорошо. А если вот не среда обитания, а потребность в воде, то есть сколько воды растению надо, то тогда будут те растения, которым нужны очень много воды. Они называются? Водоросли. Они называются влаголюбивые. Им не одна вода нужна, а просто много воды. Много влаги. И тогда там, кроме водорослей, будут. Кому еще нужно много влаги? А сутки. Травы. Еще? Еще? Водоросли еще. Кому нужно много влаги? Кому? Мох. Мохам обязательно и папоротникам, конечно. А все остальные будут засхоустойчивы. Их можно долго не поливать, им ничего не будет. Хорошо. А вот вам основание для классификации, которое надо написать. Участие человека. Вариант два. Пишем основание для классификации. Участие человека. Второе основание для классификации. Человека. А как, собственно говоря, человек может участвовать в жизни растения? Вера, как? И как тогда будут называться эти растения? Те, которые посадил человек и ухаживает за ними, это будут? А те, которые сами по себе они будут ловить? Замечательно. Вот мы с вами, вот мы с вами сейчас, ай-яй-яй, и попробуем это сделать. Группа первая. Идите сюда. Те, кто выносил картинку, быстренько. Находим свою картинку, берем ее в руки. Берем, 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 берем. И думаем, куда вам надо ее теперь прикрепить? Вот здесь дикорастущие, а там культурные. Посмотрите на свое растение. Дикорастущие у нас к окошку ближе. Культурные у нас... Угу. Вторая группа. Нашли свое растение, да, шила? Культурные ближе к двери, дикорастущие ближе к окошку. Третья группа. Дикорастущие где написано? Наверное, с другой стороны доски. Четвертая группа. Выбирайте своих питомцев. Смотрите-ка, группы опять неравноценные. Каких больше? Почему? Опять мы так захотели, Маша? Ну, потому что природа больше создала, чем человек сам. А человек что-то злостал из того, что... Нет, мне кажется, потому что человек не все может найти и не все может посадить. Ведь некоторые вещества, они... Растения, мы сейчас о растениях. Некоторые растения мы не можем посадить. Некоторые нам не нужны для бейси. Просто не хотим. Некоторые не можем, некоторые просто не хотим. А еще-то почему? Потому что на картинках же не может быть... А, то есть это я захотела. Я поэтому много сделала дикорастущих и мало сделала культурных. Это не я. Это вы должны... Скажите, а есть такое растение, которое вот с самого рождения своего, изначально культурное, его создал человек своими собственными руками? Настя, есть такое растение? Роза. Его создал человек... Из чего, Настя? Из пластилина. Я спрашиваю, растение, которое создал человек сам, собственными руками. Есть такое? Нет. Нет. Каждое растение когда-то, сначала было дикорастущим. А уж потом, как Катя совершенно справедливо сказала, по потребности человека, оно стало культурным, либо не стало культурным. Господа, пишите две группы. Культурное и не культурное. Дикорастущие. Вроде бы все Катя нам сказала, да? Культурными растения становятся, когда нужны человеку либо для еды, либо для красоты. А вот еще, посмотрите-ка, только для еды? Ну, еще для красоты, да? Смотрите, у вас на парте. Стоят растения. Вы бы к какой группе их отнесли? Культурные или дикорастущие? Вера, какие они? Культурные растения. А еще мы их как называем? Как? Комнатные. Да? Они ведь тоже комнатные растения, тоже культурные. А как называется-то, что у вас стоит на парте? Точно знаете? Да. Нет, 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 не точно, чтобы не ошибиться. Тридцать третья страница. Найдите среди восьми изображений растений, именно то, которое у вас стоит на парте. Возьмите зеленую ручку и узнайте. Сначала решите все вместе, какое ваше растение. Откуда же оно прибыло к нам? Ручка зеленая, растение найдено, и по лабиринту пошли ручкой, прям зеленой, пошли прям зеленой ручкой, проследили путь растения. К нам домой, в комнату оно попало из далекой страны. У вас на парте растение, которое вы теперь знаете, как называется и откуда прибыло. Слушаем, Маша, у ваше растение научно называется? Нефролипес. И прибыло оно? Из юго-восточной Азии. Из юго-восточной Азии. Ваше растение, Аня, называется? Называется Сан-Сибьера. Прибыло оно из Африки. Из Африки. У вас, Павел, растение? У нас растение Сипирус. Прибыло из Мадагаскара. С острова Мадагаскар. У вас, Вера, растение? Прибыло. Прибыло? Прибыло, да. Посмотрите на растение на ваших столах. Скажите, вот кроме того, что оно вид имеет особенность, что еще подсказывает, что это иностранцы? Это иноземцы. Кроме вида, кроме... Что еще говорит Катя о том, что это иноземцы? Что еще? Название. Название иностранное. Вы сейчас еле язык не сломали, прочитав название. А у какого-нибудь из этих растений есть название попроще? Легкое для нашего языка. Из какого-нибудь из тех, которые стоят у вас на партах. Есть ли, Дима, название? Вот я имела в виду ваше растение. Алоэ. Алоэ, это мы слышали. Это иностранное слово. Алоэ, это не по-русски. Столетник. Столетник. Смотрите-ка, иностранное растение получило наше русское название. Кстати, почему оно называется столетник? Почему, Ром? Живет долго, сто лет. А еще почему? А вовсе не поэтому. У меня столетник. Оно лечит многие болезни. И, пользуясь его питательным соком, можно прожить до ста лет. А почему это у иностранного растения русское название? Почему? Потому что получилось у нас, получили мы этот цветок, нам было очень тяжело такое имя, говорит, алоэ. Ой, а вот это еще труднее. Но мы для этих не придумали русское название, Дима, для этого придумали. Когда вот, например, человек заболел, он попробовал, и он сразу вылечился и стал жить долго. Люди пользуются этим растением, да, и для удобства придумали свое название. Так вот, господа, в ваших секретных баночках, находящихся на ваших столах, находятся тоже иноземцы, пришельцы. Но они так давно к нам пришли, что мы уже к ним очень привыкли. И сейчас вы, во-первых, откройте баночку, спустите ее по кругу и узнаете, открываете баночку, что же за растение давным-давно пришедшее к вам явилось. И представитель от команды пойдет, найдет на центральном столе рассказ об этом растении. Если вы уже определили, находите, переворачивайте, раздавайте всей команде по листочку. Определяйте, приходите, кто должен. Слава, раздавай, раздавай, Слава, народу. Слава, раздавай название растения. Не узнали, вы сомневаетесь, сомневаетесь. Читаем, чтобы поделиться с другими детьми сведениями. Что же интересного написано в статье о вашем растении? Каждому, каждому листочек есть. Каждому, Таня, листочек. Итак, первая группа, которую готова была поделиться, увидела в своей баночке. Загляните в нее все. Увидела в своей баночке. Что увидела? Рис. Что интересного? Слушай, Лиза. Ученые считают, что первые зерна, которые попробовал есть древний человек, был рис. Именно рисовый. Что еще интересного о рисе в вашей статье? Рома. Рис любит тепло и воду. Растет в Индии, Китае и Вьетнаме. Вьетнаме. Вот откуда прибыл рис. Еще интересное. И еще интересное. Какая неинтересная статья у вас была. Жители Вьетнама говорят, чтобы вырастить горсть риса, надо пролить пригоршню пота. Ах, великий, могучий русский язык. Горсть это, покажите мне, сколько? Целая ладошка. А пригоршня? Это очень много. Да, две ладошки. Вот чтобы вырастить горсть риса, надо пролить пригоршню пота. Вот как трудно растить рис. Но об этом мы на следующем уроке у вас подробности спросим. Группа, следующая, которая была готова отвечать, увидела в своем черном ящике всем знакомую. Что, Дима, узнали? Что узнали о ней? То, что я назвала Гречих, потому что Гречих прибыла из Греции. Представляете? Из Греции, оказывается. Еще, Катя? Еще, что на Руси говорили. Матушка наша гречневая каша. Потому что она какая? Потому что она... И почему не поешь гречневую кашу? Уже сыпь. И еще про гречневую кашу, Саша, в вашей статье сказано. То, что... Когда... Кто питался гречневой кашей на Руси? А еще кто? Цари. И даже обычные солдаты. И цари, и солдаты все ели гречневую кашу. И крестьяне. Совершенно верно. Группа вот эта. И еще хоть что интересного? Еще, что Гречиха пройдет, появляется цветов. Что сначала на месте... Да, появляется какого цвета цветочек-то? Какого цветочек цвета? Розового цвета. Группа, следующая в своем черном ящике, увидела чай. Что знаем теперь про чай? Что, Владик? Что в Индии растет чай дерево. С какими листьями? С мягкими листьями. А в Китае? В Китае чай растет кустом, а не на деревьях. С жесткими листьями. Представляете, разный чай. Чай дерево и чай куст, в зависимости от места. Чай, и так, собираем, и чтобы его сделать, его нужно опустить в поток воздуха. Сушат в потоке воздуха и зеленые листочки... Становятся сначала черными, а с чайом и покупаем... Ну вот, становятся и черными. Что же про нее-то можно было узнать, Настя? Все же мы знаем про нее уже. То есть, я привел царь Петр... На Русь привел царь Петр Первый. Еще, Аня? Еще, что из картофеля получают потоку и крахмал. Совершенно точно. Еще, что современные повара могут сделать 200 блюд, а еще, что, когда ее только что привезли, не знали делать. И там вешали на волосы, как украшение на... Только не саму картошку вешали. Цветок картошки прикалывали к прическе. Потом пробовали сырую есть. А потом только научились. Ну вот, смотрите, какие культурные растения, оказывается, каждый день с нами, а мы о них не знали. Господа, в нашей классификации осталось еще основание. Это значит, тема не закончена, и нас впереди еще ждет урок по этой теме. А за этот урок спасибо вам большое. На этом он закончен.